друзья всем привет и сегодня на обзоре у нас очередные часики это часики бренда ах hk9 pro max плюс ну что посмотрим что друзья смотрите какая шикарная коробочка подача просто шик и блеск посреди какое тиснение и здесь тиснение и снизу коробочка рифленая всего он слышно вообще шикарная коробка цвет черный вот у к вам видно то есть на подарок просто просто красота давайте на раб сейчас по-быстрому пробежимся по комплектации красота какая что у нас первое встречает вот такая вот брошюрочка цветная все выполнено довольно-таки премиально красиво qr-код правда все очень мелко так что у нас дальше зарядочка то есть понимаете здесь беспроводная зарядка просто сюда ложится достаем его вот они часики часики скажу домики тяжелые нелегкие они просто сюда ложатся и просто заряжаются дань она немножко магнитится чувствуется магнит двое ремешков один такой прорезиненный тканевой плотненько так хорошо приятно и второй такой силиконовый такой плотненький ремешок что данной срок валится видно продастся ну что давайте его откроем посмотрим как он внешне выглядит это друзья металл они металлические металл низ пластик тут датчики здоровья тут же динамик и микрофон и одна кнопочка физическая и и крутилка экран как рыться закругленный тоже горела глаз то есть он защищен от царапин давайте сделаем первое включение и красота какая экранчик ух ты уже уже чувствуется экранчик просто шикарный крутилочкой выставляем язык причем каждое действие сопровождается вибрации такая приятная вибрация и нас языки есть также можно так друзья смотрите если украинская мова упля вот так так друзья давайте я наверно настрою их похожу денек-другой и мы вернемся к нашему обзорчику ну так друзья попользовался я часиками хотел два-три дня получилось дольше ну зато могу больше рассказать плюсов минусом но общее впечатление часиках очень хороший часики мне очень понравились ну что давайте по поводу по порядку по поводу дисплея и дисплей здесь просто выше всех похвал амолед экран с разрешением 485 на 520 очень сочный яркий на солнечной погоде у вас просто никаких проблем не будет все все прекрасно читаемо ярко сейчас сейчас выставлено на минимум на самой минимальной потому что если выставить ярче будет просто засвет вы почти ничего не будет видеть давайте дальше две кнопки одна крутилочка а другая механическая просто это кнопка включения это одним нажатием двумя нажатиями ну одним нажатием включения и нажатием мы опять выходим два нажатием мы мы заходим открыто еще приложение это удаление их удаляется только по одному сразу все удалить нельзя выходим заходим в меню и двумя нажатиями мы можем поменять меню ну вид меню вот такое есть яблоковское яблочное очень плавно работает хорошо вот такое тоже яблочное можно вот так вот открывать его крутилочкой оп заходить потом вот такое с прописью ну и вот такой вот я таким вот он пользовался мне удобно и выходим вторая кнопка это механическая которая нас выводит вот такое меню тут основные быстрый доступ здесь включение разблокировки экрана при поднятии оп включаем выключаем bluetooth это показывает сколько батареи всегда включен сократить срок режим сонарик 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 кстати довольно таки яркий яркий в темноте хорошо подсвечивает и также можно отредактировать что-то можно убрать а что-то можно вот добавить добавить причем кнопка это программируемая здесь можно еще две функции запрограммировать кстати вот к примеру мы мы зашли теперь делаем двойное нажатие вот у меня выставлен пульс а там большой перечень что можно запрограммировать либо долгим нажатием голосовой помощник там также можно выбрать целую кучу разных функций да друзья забыл рассказать про свайпы влево вправо вниз вверх вот свайпом вправо мы заходим в такое меню где у нас голосовой помощник здесь погода но она работает только через через приложение потом колесо активности продолжительность на будильник таймер секундомер в чем я же говорю таймер видите он пошел работать таймер мы мы выходим там входим куда хотим выходим заходим туда заходим сюда и смотрим а таймер работает видите так что он работает он в фоне так же работает и секундомер и потом переход это это их не меню там вот эти приложения которые только что были их можно отключить или вы или выставить так же потом свайпом влево мы выставляем кроссель виджетом здесь у нас пульс режим сна погода и как и как я ложу музыка дальше ничего потом свайпом вниз у вас у нас сообщения и уведомления причем что интересно очень сделано красиво там и иконки всех уведомлений все как все как настоящие ну в телефоне там тик ток вайбер ватсап инстаграм все их не иконки есть все цветные все красиво все по красоте и снизу вверху такое вот у нас вот такая вот менюшка тоже она похожа на это очень тоже здесь он где недели потом месяц год часы здесь погода тоже колесо тоже очень очень похоже на то которое было той но тут еще есть он последние использованные приложения которые мы пользовались и и переход в меню сразу отсюда можно поперейти вот переходите в меню ну вот так вот друзья это то что я забыл вам показать что давайте немножко пробежимся по функционалу потому что если подробно ним рассказать про все это 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 займет больше часа смотрите что еще хочу вам показать друзья вот приложение которое подключается через которое подключается часы это вот оно VR Fit Pro очень интересный перевод если из плей маркета это вам видно из нашего не про вот такое приложение так давайте теперь вот вот менюшка первое это это измерение пульса пульс пульс меряет довольно таки точно это сон то есть показатели сна когда заснул когда проснулся тоже довольно таки хорошо меряет показывает показывает это телефон вот это я звонил это это кто мне звонил потом контакты можно синхронизировать с телефоном довольно таки большую телефонную книжку и набор но работая только при связке с телефоном дальше это это спортивные режимы смотрите какие красивые как сделана анимация все красиво все как как в настоящих колесо активности так что здесь там расстояние калории это в этих в этих часах есть музыка своя музыка она работает без без телефона довольно таки громко довольно таки с этой неплохой звук не знаю сколько там их около десятка наверное но сюда здесь есть свой накопитель 2 гигабайта сюда можно подзакинуть через приложение можно закинуть свои мелодии да немножко но можно закинуть и свою музыку которую можно прослушивать при тренировках это и так потом это измерение давления ну на них нет смысла останавливаться так как я ну это не медицинский прибор и что он там показывает ну это не это не серьезно ситуация это кислород в крови кстати тоже очень очень неплохо показывает вот друзья здесь есть свой встроенный диктофон который очень очень неплохо отрабатывает сейчас давайте мы проверим раз-два-три-четыре-пять вышел зайчик погулять у тебя где-то порядка расстояния двадцати сантиметров раз-два-три-четыре-пять вышел зайчик погулять вот где-то порядка расстояния то вот так вот друзья так что очень неплохой диктофон присутствует так что то есть а приложение это стресс-давление ой оно пишет как как давление там там написано но это это меряет стресс вот потом погода погода она через приложение работает вот интересная функция это она работает тоже через приложение это можно делать снимки через с часами через телефон но как интересно если вы хотите сделать на фронтальную камеру себя снять вы выставляете телефон и на экране часов отображается то что вы видите на экране и вы корректируйте движениями как как установить и тут же можно снять очень полезная очень хорошая очень функция это инструменты таймер калькулятор осушить сушить это если вы замочили он вот он он вибрирует и вытряхают воду хорошая функция секундомер сирена голосовой помощник компас здесь реальный компас есть визитница ну это вот и кошелек это все китайские то есть у нас это не у нас не работает это кошелек это типа как nfc но там я так понимаю на китайский это рынок все у нас это не работает вот потом будильник хороший будильник причем будильник работает даже без связки без связки без телефона работать можно выставить и время можно выставить как часто там каждый день очень часто с повторами будильник и вибрация и звук прикольно очень очень функция это у нас а это упражнение для дыхания чтоб восстановить дыхание хорошее тоже упражнение потом здесь есть две игры но мы не будем останавливаться такие примитивные это смс и уведомления настройки настройки потом пробежимся тоже быстро но тут очень много всего здесь здесь столько всего что здесь реально очень много календарь причем полноценный календарь это у нас ага это у нас вот интересная функция здесь при помощи искусственного интеллекта можно создавать свои циферблаты функция рабочая дальше вот это поиск телефона вот эти эти все функции работают только при помощи приложения они так не работают эти тоже это ну да это тоже про циферблаты когда создавать тоже это о циферблатах а здесь еще что в этом телефоне интересно ой в этих часах есть есть своя галерея сюда можно закинуть четыре фотографии через телефон вот я закинул фотку фотки вот к примеру вот раз там фотка очень хорошего качества электронная электронная книга я не знаю я не пробовал но говорят что она рабочая то есть можно закачивать книги как типа читать и это тоже через через телефон вот такое вот менюшка интересное давайте быстро пробежимся по по настройкам очень быстро ну персональные данные такое это все в телефоне уведомления тут включение выключение это выключаете здесь как тут загорается красная точечка при получении уведомления или смс тут как в яблочных часах все точно это включение там всяких уведомлений там потом это настройка уведомлений и какие вы хотите принимать с каких соц сетей там хотите хотите с фатсапа хотите с вайбера хотите с тиктока то есть не все подряд универсальное ну это такое да это выключение и перезагрузка это режим не беспокоит тоже включается это это экран тут яркость вот видите на минимальное потом здесь это при поднятии запястья потом потушить экран ладонью можно хоп видите хоп включил хоп хоп ух ты что такое не понял или как это или это надо при вот так вот хоп работа работала у меня всегда а надо ближе хоп видите гаснет все время все нормально хоп вот так вот оно то есть вот функция я ее не включаю а лави сон дисплей вот она функция ауд и постоянно подсветка я тоже их не включаю здесь еще все описывается пробуждение экрана время выключения можно выставить динамический набор тут функций очень много прикосновения звук медиа музыка здесь можно это включать когда ну это в связке с телефоном звук медиа это выставляете звук напоминания это вибро слабый сильный кстати вибро очень хороший на ощущения звук сообщения там ну прикасание здесь много настроек тоже всяких этих bluetooth вот это для для соединения ой это жесты я включил оно постоянно выкидывает на начало bluetooth что еще хочу вам даже сказать здесь bluetooth версии 5.2 и сюда можно подключать наушники напрямую без телефона можно подключать наушники когда допустим вы там тренируетесь просто хотите музыку послушать очень прикольно сделано блютуз жесты здесь можно жестами управлять тут звонками отвечать на на звонки жестами можно пароли ставить на часы здесь здесь что мне не нравится бегущая строка она такая медленная что не всегда понимаешь что здесь определение а вот это определение кнопок это можно кнопку программировать нижнюю кнопку двойное нажатие вот у меня стоит пульс а тут можно давление сатурация спорт сон целую кучу можно запрограммировать и длительное нажатие нажатие то есть то же самое можно запрограммировать аккумулятор там оно показывает сколько сколько заряда как оно аккумулятор настройка времени вон там выставляете дату часовая система называется это или 24 или 12 ну и время выставляете сон можно вот это что я говорил там можно выставлять там режим сна там выставлять когда ко сну отходите когда пробуждаться такое тоже интересная очень функция спорт вот тут автоматически это восстанавливаешь тоже там выставляешь всякие режимы останавливаться не будем пульс тоже интересно тут допустим если он упал сильно они сигнализируют если очень высокий пульс причем ты можешь выставить там какой-то высокий а какой низкий и по ним он будет реагировать дальше прикроватные прикроватные часы это тут это можно допустим при во время зарядки часов их можно использовать как будильник там они будут лежать рядом такое ну оно вроде как и неплохое ну можно пользоваться можно там и потом что тут у нас еще тема меню да тут вид меню обои меню можно выставлять это все через телефон делается там вот интересно это живой остров так называемый динамический остров если вы допустим включили там таймер или или секундомер и так как они работают они фоне вы выходите и здесь вверху такой динамический остров то есть при или музыку слушаете и вышли а оно нажимаете опять возвращаетесь в это приложение там где музыка или таймер что там у нас здесь столько много всего режим энергосбережания сбережения да напоминание здоровья там это воды попить там то 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 всякие там потому что это ад дополнительный экран какой-то разделенный экран не помню я что-то и выставлял я счастливе не помню даже что это режим энергосбережения когда работает только там ну да это это выставляется через через телефон там основной все выключается только там только часы работают нет звонков ну и и руководство там по эксплуатации такое вот оно здесь очень много что можно выставить очень много всего давайте может в двух словах об этом я я вам покажу приложение вот оно заходим в это приложение это первое первый раздел вот то что оно смотрит там давление сахар в крови контроль веса там это это выставляется некоторые потом второе это это спортивные режимы третье вот здесь у нас тоже здесь кстати очень много всего интересного но я всего даже и не вникал во все тут есть вот циферблаты можно выставлять кстати я я не сказал здесь по-моему здесь здесь раз два три четыре пять шесть семь восемь ага девять десять циферблатов вот как-то даже можно их там редактировать там менять цвета есть такие вот там как штатный яблочный такой циферблат здесь можно свой можно свой редактировать ставить циферблат можно со своей фотографии сделать ну здесь циферблаты практически все платные не есть конечно и бесплатные но в основном все платные музыка выставляется в телефон закачиваться через через телефон и последнее и последнее тут какие-то там какие-то розыгрыши какие-то призы какие-то там это это в последнем этом я даже и не вникал курс видео графический курс настройки ну местная музыка но я его не подключил к часам поэтому оно такое бледное ну тут есть очень много всяких функций в этом приложении много чего интересного то есть друзья вот так вот как бы пробежались по этим по этим часикам часики очень прикольные мне очень понравились яркие цвета сочные функция always on display я не включал ее но она вот так вот и выглядит вот как как циферблат допустим вот выставил допустим вот такую она так и выглядит ну вот так вот друзья вот в двух словах по этим по этим часикам очень интересные то есть мне понравились мое мнение стоящие часы а нужно ли вам это это вам решать друзья хочу дополнить по поводу функции прикроватные часы смотрите что это за функция это когда вы ставите часы на зарядку то вот видите у вас на зарядке вот вот такая анимация загорается а если вы включаете функцию прикроватные часы вот 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 выключаете вот вот выключаете давайте то у вас будет гореть не нет анимация а вот примерно вот так вот как типа типа прикроватные часы месяц день недели вот и часы также можно выставить и будильник будет работать и еще в двух словах по поводу автономности здесь аккумулятор на 450 миллиампер час и все что я смог из них вытянуть ну при хорошей активности я сильно активно там их их юзал туда-сюда там и измерял всякие медицинские там параметры максимум что я с них вытянул это три дня вот так друзья друзья видео если понравилось лайк подписка всем мирного неба крепкого здоровья до новых встреч пока пока